Это Вести Утро, Карачаево, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременно дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 10-15, в горах местами до плюс 9. Днем плюс 21-26 тепла. В горах местами до плюс 18. В Черкесии кратковременно дождь, гроза. Ветер восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночи плюс 13-15, днем плюс 23-25 тепла. В Архизе прошел форум U-Path Camp. Это бизнес-форум в формате лагеря для предпринимателей и юристов из всей страны. В формате неформального общения каждый участник мог познакомиться и пообщаться с экспертами федерального уровня. Пообщалась с ними и наша съемочная группа. Все подробности у Мурата Джанкезова. Каждый из участников форума стал частью трехдневного приключения. Это социально значимый проект, декларирующий развитие культурного отдыха в Карачаево-Черкесии, взаимовыгодные знакомства и сотрудничества. Организатором форума выступила практикующий московский IP-юрист Амина Тесиева, которая родом из Карачаева-Черкесии. Я со своим партнером Сабиной Самедовой решили сделать такой юридический форум, больше бизнес-форум в горах, в Архизе. И именно из-за того, что это моя республика, я захотела всех привести, показать. Мы делаем такие юридические форумы в Москве. Это наше третье мероприятие. Но именно в Архизе это первое насыщенное мероприятие, именно бизнес-форум, где не только юристы, но еще и предприниматели, эксперты из разных областей. Это форум UPS, который мы организовали совместно с коллегами моими юристами. Это бизнес-форум. Он и для предпринимателей, и для бизнеса, и для юристов в том числе. Потому что мы хотели создать такую некую коллаборацию, нетворкинг на три дня. Поэтому сделали это в виде юридического кемпинга, юридического лагеря в Архизе, и где вот сейчас проходит второй день нашего форума. Ключевая тема форума – юридическая безопасность для бизнеса, которая актуальна каждому, кто ведет коммерческую деятельность в нашей стране. Еще одна тема – развитие культурного отдыха регионов России. Мероприятия с участием федеральных экспертов способствуют привлечению внимания и увеличению туристического потока. Это просто восторг, потому что, во-первых, собралась хорошая публика. Во-вторых, удалось пообщаться со многими коллегами, со многими предпринимателями, обзавестись знакомствами, получить какую-то новую информацию, что-то почерпнуть для себя в своей дальнейшей деятельности. Поэтому я надеюсь, что в Карачаево-Черкесии этот форум будет не единственный раз, а будет как ежегодный. Много полезных контактов я получила, очень интересные были спикеры, темы, почерпнула много нового. И, конечно, хочется, чтобы такие форумы процветали, тем более в таком прекрасном месте. Спасибо большое организаторам, которые сделали форум, привезли нас сюда и помогли с тем, чтобы мы наработали новые связи, которые могут нам дать новые возможности. Ну, самое важное, это, конечно, прокачать свои соцсети. Я как специалист в этой области, и, конечно, понимаю, что на сегодня лучшего инструмента для масштабирования и для увеличения узнаваемости своей, увеличения личностного бренда, это лучше, чем соцсеть. Сегодня быть ничего не может. И на сегодня у нас есть масса механизмов. Нам просто научиться ими пользоваться. Еще одна цель форума – финансовая поддержка благотворительных фондов. Организован сбор средств для помощи пожилым людям, детям и многодетным семьям. А в перерывах между мастер-классами и лекциями общение участников не прекращается. Виной тому то ли свежий горный воздух, то ли приятное окружение. А самая привлекательная частью форума стали прогулки и экскурсии по живописным местам Архыза. Мурат Женкезов, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкисия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 смотрите Вести с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире. Удачного дня и до встречи в эфире.